Дорожная обстановка Дорожная обстановка Дорожная обстановка Дорожная обстановка Дорожная обстановка В регионе насколько эффективно зарекомендовала себя такая форма работы, как негласный контроль? Что не только присутствие патрульного автомобиля говорит о том, что за ними ведется контроль, но и в целом при движении транспортного потока, где нет патрульного автомобиля с мигалками и с раскраской привычной для водителя, а обычная машина гражданского исполнения может ввести контроль за соблюдением требований права дорожного движения для водителей. При этом не стоит ни в коем случае бояться или пугаться этого автомобиля. Если водитель не нарушает требования права дорожного движения, то ему абсолютно не важно, на каком автомобиле работают сотрудники ГАИ. Если рассматривать имеющуюся статистику с начала года работы сотрудников негласного контроля, то можно сказать, что проезд на запрещающие сигналы светофора – это самое распространенное нарушение. О чем это говорит, Сергей Сергеевич? Вы знаете, Александр, я здесь хочу маленькую ремарку сделать, потому что… Почему это нарушение? Потому что красный сигналы светофора – это такое нарушение, которое водители допускают. В сфере того, что торопятся, либо же невнимательности, либо же умышленно, но это не имеет значения. Нарушение красного сигналы светофора, проезд на красный сигналы светофора, влечет опасность за совершение с тобой ДТП. А на желтый, например, за это нарушение тоже привлекает к ответственности? Желтый сигналы светофора у нас тоже запрещает движение, разрешает только завершить проезд перекрестка, если не может без прибегания к экстремторможению остановиться перед перекрестком. Но мы сейчас говорим про красный сигналы светофора. И работа направлена именно на тех нарушителей, которые уже на красный проезжает перекресток. Почему негласный контроль работает в данном направлении? Потому что если на перекрестке будут располагаться патрульные автомобили ГАИ, то водители, видя, будут его уже притормаживать заранее. И даже предупреждать друг друга. Даже предупреждать друг друга. Но это не значит, что мы за водителями как-то следим втихаря. Нет. Наряды ГАИ в патрульных автомобилях, обычной раскраски, либо же в пешем порядке, в форме ДПС, которая видна издалека, они работают на перекрестках. Но, чтобы водители понимали, что контроль ведется не только там, где они видят сотрудника ГАИ, но и в других случаях. Поэтому и применяются скрытые, негласный контроль, скрытые наряды на патрульных машинах гражданское исполнение. И вот он используется как раз таки для выявления таких нарушений, которые, если бы машина была разукрашенная, если бы машина была с побесковыми очками, то такие нарушения сложно выявлять. Хотя они, к сожалению, допускаются. И, как уже сказали статистика, работа этого негласного наряда говорит о том, что водитель допускает себе такие халатности на дороге, как проезд, запрещая сигнал стафора, непредоставление преимущества движения пешеходам, нарушение правила обгона, нарушение скоростных режимов. То есть есть такие моменты, требуется контроля. Нам это для чего нужно? В принципе, не для того, чтобы привлечь 10, 20, 30 водителей. Нет. А для того, чтобы водитель понимал, осознавал, что нарушать право дорожного движения не нужно. Это может повлечь, во-первых, в совершение дорожного транспортного происшествия. Это должно быть заложено в голове у каждого водителя. Да и пешехода тоже. Но тот, который не думает о совершении дорожного транспортного происшествия, пускай хотя бы задумается о том, что может это повлечь за собой материальную какую-то ответственность. В той или иной степени, в зависимости от нарушения. Я понимаю, что цель все-таки дисциплинировать участников дорожного движения. Конечно. Негласный метод контроля – это еще и способ следить за нарушениями, допущенными водителями против пешеходов. К сожалению, в условиях переменчивой зимней погоды эти участники дорожного движения наиболее уязвимы. Мы поинтересовались у гамильчан, какие, на их взгляд, дополнительные меры нужно предпринять, чтобы защитить пешеходов от наездов и ДТП. Ну, в принципе, это уже больше от людей зависит, потому что многие переходят не на пешеходном переходе, либо просто не смотрят по сторонам. Ну, нужно очищать дороги от льда, чтобы не было гололеда и прочего. Я сам за рулем езжу, идут как по подиуму в другой раз, понимаете. Да, да, поживее надо быть, повнимательнее по сторонам смотреть. Молодежь особенно идет в наушниках, правильно? В наушниках, в телефонах, правильно? Надо, кстати, вот заметочку эту сделать. Может быть, больше по городу, чтобы стояли гаишники в разных местах, чтобы люди знали, ага, вот в этих точках часто стоят, буду-ка я осторожнее. Чтобы останавливались заранее, не перед самым носом уже у пешехода, а заранее. Мне кажется, вот контроль, когда люди знают, что за ними наблюдают, как бы это, может быть, печально не звучало, и тем не менее, мне кажется, это действенный результат был бы. Нужно, чтобы было очень много светофоров, и главное, чтобы они правильно работали. Потому что я недавно видел, как светофор просто не работал, и все пешеходы просто проходили мимо, водитель просто бибикали и все остальное. Нужно, чтобы себя пешеход, во-первых, обозначил себя, это фликер, например, чтобы в темноту видно было его, вот, ну и, конечно, внимательность. Вот, допустим, есть перекресток, который надо перебегать, и вот, в частности, перекресток Спартак и улица Советская, вот там, где фабрика эта. И в силу своего возраста некоторые люди нашего города, ну, не могут так быстро двигаться, как молодые люди, да? Может быть, строить, увеличить время, вот, данное пешеходу для перехода этого участка дороги, потому что приходится действительно бежать. Мне кажется, в центре уже достаточно приняты меры снижения скорости, вот здесь и 40, и 50 километров в час. А вообще, на окраинах города, на других спальных районах слабо освещены улицы. Например, улица 8 Марта, уже второй день не горит след по всей улице. По ней ходят дети в 33-ю школу со стороны Сосновой и все остальное. Поэтому больше надо обращать внимание на спальные районы и частный сектор. Вот такие мини-гомельчан желаете ли прокомментировать? Да, хотел бы остановиться на пару мнений. Первое мнение, которое было сказано, оно очень банальное. И много где об этом говорим, это внимательность. Так, почему? Потому что пешеход на пешеходном переходе, он имеет преимущество. Да, по правилам дорожного движения, нерегулируемый пешеходный переход и преимущественное право на пересечении, в том числе и регулируемый на разрешающиеся настафора. Но дело в том, что пешеходы забывают про требования, которые изложены в правилах дорожного движения, о том, что перед выходом, переходом, проезжающейся дороги, убедиться в безопасности этого перехода. Каким образом это делать? А в школе всех учили? Да, многие просто идут, даже не глядя, ни налево, ни направо. Все правильно. И уверены, что раз пешеходный переход, я защищен. Да, один из комментариев был о том, что с гаджетами какими-то там, наушники, телефоны, да. Капюшон, телефон разговаривает, не поворачивает даже по сторонам. Меры сохранения себя любимого, своей безопасности. Мне кажется, особенно зимой нужно быть внимательным пешеходам, правда? Потому что... В любое время года. В любое время. В любое время суток. Потому что перед тем, как выйти на правильную часть дороги, нужно, во-первых, в чем убедиться? Во-первых, убедиться, что ты переходишь согласно правилам дорожного движения. Ну, это элементарно пешеходный переход, так? Второй момент это о том, что если это регулируемый пешеходный переход, то же зеленый сигнал астофора. Это тоже элементарная вещь, которую все знают. Но посмотреть по сторонам и помнить, машина, она не может остановиться мгновенно. Это раз. Во-вторых, бывают моменты, когда владелец отвлекается от движения. Поэтому перед тем, как вышел на пешеходный переход, убедитесь о том, что пешеход, точнее автомобиль, автомобиль останавливается. И убедитесь о том, что водитель, во-первых, останавливается, хочет остановиться. Во-вторых, имеет ли возможность остановиться? Это два фактора. Потому что грузовой автомобиль вообще невозможно остановить мгновенно, как и в принципе легковой. И зачем бежать под мчащимся автомобилем? И потом что доказывать всем, что я был прав, находясь при этом в больнице? Нет. Конечно, по поводу освещения тоже высказалось мнение, что какие-то улицы там 8 марта не освещена. Информацию по 8 марта передадим соответствующей службе для того, чтобы посмотрели. В том числе сотрудники вечером проедут. Но если жители видят такой момент, что какой-то там второстепенной улицы частного сектора не должно быть освещение, но оно не работает, элементарно позвоните в ВГИ и сообщите эту информацию. Мы дальше передадим по этой цепочке. Иногда нужно что-то сделать, чтобы что-то изменить. Да, по цепочке по этой дальше уже передадим, соответственно, в ГУРСВИ для того, чтобы посмотрели. Потому что охватить все улицы, центральные, да, но все второстепенные улицы мы не можем физически. Дать информацию, проедем, исследуем, посмотрим, придадим и будет налажено освещение. Сейчас этот, конечно, вопрос по 8 марта возьму на контроль. С 1 марта 2021 года в силу вступят изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Да, что именно, какие виды наказаний изменятся? Хотелось бы остановиться в первую очередь на таком правонарушении и даже преступлении в случае повторности. Это как управление трезвым видом. Это на дороге является самым злостным наказанием. И если водитель, двигаясь, допустим, где-то с превышением скорости относительно небольшой, он думает, что может быть где-то безопасно, рассчитанно безопасно какое-то движение, пытается просчитать скорость движения и так далее, то когда водитель садится за руль в нетрезвом состоянии, он изначально уже понимает, что он в нетрезвом виде и изначально подвергает опасности себя и других, уже садясь за руль. Поэтому по данному виду правонарушения будет ужесточение административной ответственности, уже будет предусматриваться штраф дифференцированный и лишение права управления дифференцированного. Если до 0,8 промилле и включительно 0,8 промилле покажет тест на алкоголь, соответственно штраф будет уже 100 базовых величин и лишение управления 3 года, как и было, останется. Если свыше 0,8 промилле, то штраф 200 базовых величин и лишение права управления на 5 лет. И хотелось бы напомнить нашим телезрителям о том, что уголовная ответственность у нас остается за повторное нарушение в течение года, если водитель в нетрезвом состоянии проявляет транспортным средством. В том числе предусматривается конфискация транспортного средства. Но опять-таки это нужно для чего? Не для того, чтобы кого-то напугать. Это нужно для того, чтобы лишний раз упредить сесть за руль этого нетрезвого водителя. И хотелось бы, пользуясь возможностью такой, обратиться опять-таки к нашим телезрителям, ко всем, без исключения участникам дорожного движения. Если вы стали свидетелем того, что за руль садится нетрезвый водитель, либо вы видите, что движется водитель с явными внешними признаками неадекватного поведения на дороге, что может подразумевать за собой управление в нетрезвом состоянии, предоставьте такую информацию в госинспекцию, либо же элементарно по 102 позвоните в милицию. Чтобы мы могли его вовремя остановить, отстранить от управления до того, как совершится дорожное происшествие. Сергей Сергеевич, сегодня мы наблюдаем такую картину, что люди чаще стали проходить техосмотр, даже наблюдаются очереди. Какие рекомендации ГАИ в связи с этим будут на сегодняшний день? Рекомендации ГАИ только два направления имеют. Первое направление – это, конечно, регулярно проходить технический осмотр на диагностических станциях и получать допуск участия в дорожном движении, для того, чтобы было официальное подтверждение того, что транспортное средство исправно и содержит все необходимое для его участия, для движения на дорогах. И второе – это следить за транспортным средством самому, не дожидаться очередного техосмотра, и для того, чтобы быть уверенным в том, что автомобиль, на котором двигаешься, технически исправен, и его состояние никак не приведет к совершению дорожного происшествия. Какой подход у сотрудников ГАИ к этой ситуации? Потому что, ну, все-таки не у всех он имеет техосмотр на сегодняшний день. Все-таки составляются протоколы за отсутствие такого документа, либо как-то покажется еще возможность все-таки пройти техосмотр и перевести в порядок документы? В любом случае административная ответственность, как была, так и есть за данное правонарушение, за отсутствие допуска к участию в дорожном движении. Она предусматривает предупреждение штрафа, лишения прав нет, конечно, не предусматривает. И поэтому здесь смотрится, возможно, и составление административного материала, протокола, либо вынесение постановления, либо, возможно, объявление замечания устно. Здесь уже в каждом отдельном случае сотрудник ГАИ подходит уже при введении административного процесса в частном порядке. Зависимо от совершенного правонарушения, опять-таки техосмотр или на день просроченный, либо же его никогда и не было на данном транспортном средстве. Зависимо от того отношения водителя и много факторов, поэтому здесь в каждом отдельном случае принимается решение самостоятельное. Ну что, Сергей Сергеевич, большое спасибо Вам за конструктивный и содержательный разговор. Спасибо, Иван Александр. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы мобильных телефонов и систем наружного наблюдения по всему миру.